Я говорю, не смущайтесь, пожалуйста, пух с этой тарелкой, никто ничего не видел. А тарелка-то из сервиза антикварная, саксонский фарфор. Гость Куликов почему-то весь затряс и бросился осколки подбирать, да от волнения скатерть зацепил. На пол посыпались бутылки, рюмки. Я сижу, губу закусил, стараюсь не замечать этого всего. Я даже наоборот, что-то веселое свистывать стал, чтобы показать, как мне безразлично. И тут, представляете, жена Куликова вскачивает от рассчитанья. Что вы третируете моего мужа? Самым безопасным для него было спать на диване и никуда не ходить. И то он умудрился испортить себе зрение и пролежать лысину на голову. Мама говорила, что когда это долье, пока они с папой еще не поженились, он был очень элегантным и аристократичным моим человеком. На встречу приходил в костюме тройки, надевал галстук, правда, им не даст было чистить ботинки, но это такая мелочь, что на нее стыдно обучает мнение. На каждом свидании дарили цветы или конфетки. Провожал годом, подавал фальту, каждый раз говорил комплименты. Провожал годом, сказал Брюкнер, А мастер и Брюкнер вместе с Фомбантом били ее электрическими проводами по только что недавним засохшим струбням. А Любка молчала, словно прикусивку его. Вдруг, где-то, высоко на тюрьме, она услышала возникший гул мотора. И она узнала этот звук, и сердце ее залилось торжеством. Ах, трусы, бейте, бейте, вон они, наши, голосок подают.